Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Как всегда, поговорим о наиболее заметных рязанских событиях и попробуем посмотреть на них с разных точек зрения. В этом нам помогут эксперты и, как говорится, знающие люди. Главная тема сегодня. В Севастополь с нами рязанский медицинский десант вернулся из города русских моряков. Десантник на земле, молодой рязанец, бывший воздушный пехотинец, попал в тяжелую ситуацию. Как строить будем архитекторы и застройщики о возведении в Рязани современных кварталов? Что копают в парке? Наши авторы выяснили, какие работы ведутся в рязанском ЦПКО. Начнем с экспресс-сообщения, которое пришло из Сасовского района. В самом конце недели в реке от сна обнаружено тело одной из девочек, пропавших в этом марте. Напомним, заявление о пропаже местных жительниц Вероники Никуловой и Дины Голицыны поступило в Сасовский райотдел вечером 15 марта. Они в полдень ушли гулять и не вернулись домой. Последний раз девочек видели на Сасовской окраине. Одну из них 11 лет, другой 10. Искали подружек всем миром, полицейские, спасатели, курсанты, авиаучилища и волонтеры. Прошло больше месяца, прежде чем пришли первые и тяжелые вести. Нашли тело Дины Голицыной в реке, менее чем в двух километрах от места пропажи. Родители уже опознали девочку. Веронику пока ищут. Вот что сообщила нам по телефону Арима Желтоухова, волонтер движения «Лиза Алерт». Я владею только той информацией, которая размещена на новостных сайтах. То есть нашли тело Дины Голицыной в реке ЦНА. Веронику ищут или же сейчас ждут каких-то таких природных нюансов? То есть может быть вот где-то она в каком-то месте? Пока что. Точнее активных поисков не проводим. То есть наших волонтеров там нет. Из рязанских событий надо отметить встречу с прессой врачей, вернувшихся из командировки в Севастополь. Там они помогали крымским коллегам работать с пациентами. Медицинский десант из Рязани, равно как и из других городов, оказался как раз, кстати. Группа рязанских врачей по поручению главы региона Олега Ковалева в середине этого месяца отправилась в Севастополь для оказания медицинской помощи местному населению. На сегодняшний день врачи из ОКБ, больницы имени Семашко, госпитали для ветеранов воин, кардиодиспансера и горбольницы номер пять вернулись на родину в Рязань и рассказали журналистам о том, как проходили их трудовые будни на возвращенной территории России. Мы с радостью откликнулись на предложение губернатора области и Министерства здравоохранения поехать оказать диагностическую, лечебно-диагностическую, консультативную помощь в выявлении, лечении сердечно-сосудистых заболеваний и иных по тем специальностям, которые вам уже назвали, и по которым традиционно складывается дефицит профессии, и это мы там наблюдали, и с удовольствием встретились с ветеранами. Рязанские доктора вели прием пациентов на базе Севастопольской больницы номер три. Офтальмолог, терапевт, отоларинголог, хирург, невролог, врач УЗИ. Осмотрели наши врачи около полутора тысяч человек. Ну а возглавила делегацию заслуженный врач России кардиолог Галина Лазарева. Мы провели большую работу, посмотрели большое количество пациентов. Учитывая, что предстоит нашим коллегам сейчас переход на обязательное медицинское страхование, мы понимаем, сколько будет сложности в момент этого перехода. Я уже в течение этих двух дней после поездки договорилась с федеральными центрами в Москве о консультации, послали мы документы всех больных, о консультации и скорейшем решении вопроса о хирургическом лечении тех проблем, которые мы там выявили. Работа есть работа, это дело понятное, тем более для врачей. Но больше всего нас интересовало то, какой была обстановка в городе, каким было самочувствие граждан не только физическое, но и эмоциональное. Ветераны были очень благодарны и очень довольны всем этим, то, что мы и в городе, и где бы мы ни находились, хорошо встречали. Я даже к троллейбусе ехала, и у меня просто женщина не знала, как доехать, ушла одна от группы, и как доехать мне куда-то, до гостиницы. И обратилась, они все объясняли, все объясняли. Давайте мы вот здесь заплатим, давайте все. И я просто на ушко говорю, слушайте, а есть такие, которые недовольны? То есть интересно, как вот народ, да вы что, мы никогда, мы не видели, чтобы на референдум столько шло людей. То есть люди шли, на выборы не шли так никогда, а на референдум, чтобы вместе с Россией с удовольствием. Когда едет, везде плакаты, везде вот цветы в Крым и Россия. Особое внимание наши доктора уделили ветеранам Великой Отечественной войны. Полный медосмотр, восстановление документации. В общем, с этой категорией граждан был проведен целый комплекс работ. Рязанские доктора пообещали, что при необходимости они обязательно вернутся в Крымский регион, дабы помочь и поддержать местное население. Возвращаясь к вопросу о помощи Крыму. Поддерживать новообретенных соотечественников, разумеется, надо, и помощь будет продолжаться, однако и о своих ближних забывать не стоит. Как много рядом с нами людей, которым нужна помощь, да просто участие. Продолжая тему, Ирина Ковалева. Сегодня каждый день Юрия похож один на другой. Жизнь в общежитии, комнатушки 4х4, обязательные ежедневные физические упражнения и слабая надежда на перемены к лучшему. А когда-то, чуть меньше 4 лет назад, все было иначе. Он был веселым, озорным парнем, отслужил срочно в десантных войсках под Новороссийском, а потом остался жить в Краснодаре. Ну, а потом наступил День десантника, 2 августа 2010 года. С утра было все хорошо, поздравлялись с праздниками, а к вечеру в 6 часов уже была беда. Ну, с ребятами там гуляли, поехали на речку, а вода упала, ну, от засухи, вот от этого всего. И получилось, что нырнул, сломал шею. Полтора месяца в реанимации в Краснодаре, потом больница в Рязани и упорная борьба. За жизнь, за возможность стать таким, каким он был раньше. Пройдено и сделано уже многое. Например, операция по пересадке стволовых клеток, на которую деньги собирали всем городом. Мы обратились в газету, и очень много откликнулось людей. Ну, в основном, конечно, это бабушки. Не в основном, а это бабушки, это люди малообеспеченные, у которых либо есть кури, либо было. Насколько операция помогла, пока не ясно. Во всяком случае, впереди длительное лечение и реабилитация, на которую грошовой пенсии Юрия не хватает. Помощь пришла с неожиданной для семьи Васильевых стороны. Председатель областного отделения Всероссийской организации ветеранов боевого братства Александр Костров узнал о беде Юрия случайно и сразу вызвался помочь с лечением и реабилитацией. Рязанское отделение Союза десантников тоже не осталось в стороне. Они приобрели для Юрия пандусы. Так что теперь у него будет возможность хотя бы изредка, но бывать на улице. Мы вот сейчас вот этим примером хотим привлечь внимание. Привлечь внимание, ну, наверное, не только ветеранских организаций, не только, а просто людей, которые живут в городе Рязани. Что посмотрите вокруг, что есть люди, которым нужна наша помощь. Сегодня с Юрием постоянно находится его жена, Инна, приехавшая к любимому из Краснодара, не испугавшись сложностей, и, конечно же, родители. И сегодня у них на всех только одна мечта – чтобы Юра встал на ноги. Если у вас есть желание и возможность помочь семье Васильевых, звоните по указанным на экране телефоном. А в это время есть такой художественный прием в кинолентах. Пока идет основное действие, где-то параллельно развивается другое, и когда-то эти параллельные должны пересечься. Так вот, на этой неделе Рязань принимала православно-патриотический форум под названием «Армия, вера, культура, духовные скрепы, государственности и национального единства России». Проект посвящен 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и Году культуры. Мы уже рассказывали о некоторых направлениях работы форума. Сегодня еще об одном продолжает Оксана Тебенихина. По всей Рязанской области проходят мероприятия, посвященные 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. Приближенный к этому событию праздник Дня Победы подразумевает всевозможные общественные, политические и духовные мероприятия. На базе Рязанского отделения ДОСААФ на этой неделе прошел круглый стол, посвященный решению вопросов военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. На круглом столе также была презентована книга «Результат научного труда Рязанского авторского коллектива», в составе которого преподаватели и ученые. Направлена она на воспитание патриотов Родины. Так она, кстати, и называется – «Воспитывать патриотов Родины». И выдвинутое это произведение, между прочим, на награду федерального уровня. Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить». Итоги недели далее в нашем эфире. Двое думства. В Рязани на этой неделе заседали оба парламента – городской и областной. Как строить будем? Архитекторы и застройщики рассказали о возведении в Рязани современных кварталов. Что копают в парке? Наши авторы выяснили, какие работы ведутся в Рязанском ЦПКО. Продолжаем программу. На днях губернатор Олег Ковалев прокомментировал вопрос о точечной застройке областного центра. Напомним, проблема была поднята на недавнем медиафоруме независимых средств массовой информации в Санкт-Петербурге. Участие в проекте принял президент Владимир Путин. Говоря о застройке Рязани, губернатор подчеркнул, что, заняв руководящее региональное кресло, сразу же определил борьбу с точечной застройкой как одну из приоритетных задач. Еще с первых дней работы я обратил внимание, что в историческом центре Рязани происходит поджоги жилых домов, а на их месте вырастают торговые центры, заявил Олег Ковалев. Пожары прекратились после губернаторского распоряжения не отдавать под застройку погоревшие участки. Строительная политика в столице области со временем приобрела цивилизованный вид. Сегодня, сказал Олег Ковалев, можно говорить о том, что в Рязани точечная застройка сменяется комплексной. Застройщики берут на себя социальное обременение по строительству соцобъектов и благоустройству территории. Но еще, по словам губернатора, одной из важнейших задач сейчас является сохранение зеленых зон. Сегодня застройщик готов обустраивать существующие зеленые зоны, а при планировке в обязательном порядке учитывать их наличие. За нарушение этих обязательств я спрашиваю самым строгим образом, заявил губернатор. К подтверждению начальственных слов, небольшой фрагмент из программы подробностей, которая была в нашем эфире в этот вторник. Главный архитектор Рязани Наталья Харибутова и гендиректор северной компании Михаил Михайлов рассказали о планах возведения в песочне за Ледовым дворцом нового микрорайона, в планировке которого решающие значения имеют рекреационные вопросы и задачи создания инфраструктуры. Мы понимаем, что любой микрорайон – это комплекс функциональных зон и комплекс объектов, которые должны обеспечить комфортное проживание. Предусмотрена развитая транспортная инфраструктура, которая позволит обеспечить подъезд к каждому дому, хранение транспортных средств жителей и, кроме того, обеспечить возможность обеспечения парковочными местами и гостей этих жителей. Предусмотрены все функциональные зоны, их размер, их параметры в соответствии с градостроительными современными требованиями. Комплексная застройка – это то, о чем говорит наш губернатор, то, к чему призывает Олег Иванович. И это тот единственный путь развития строительства в Рязани, который возможен. Потому что точная застройка – это втискивание дома в границах каких-то других домов без решения вообще абсолютно всех других проблем. То есть это, наверное, неправильно, то, что было до этого. И наша компания планирует в ближайшее время идти именно по пути комплексной застройки. Каскад озер, который начинается именно в этом месте и идет вплоть до территории нефтезавода. То есть есть такие планы подпрудить эти озера, сделать береговое укрепление, дно углубления. И, возможно, надеемся, что мы получим рекреационную зону, в которой жители смогут находиться, купаться. Центром микрорайона будет некий парк, который мы будем строить. И именно в этот парк будут раскрываться дворы. Ориентация домов будет таким образом, что, выйдя из каждого дома, человек будет попадать сразу при желании в центральную часть микрорайона именно в этот парк. Эта неделя была отмечена сразу двумя парламентскими заседаниями. В среду решали региональные вопросы депутата областной думы, а на следующий день заседал Думгородская. Сейчас короткий думский дайджест от нашего парламентского корреспондента Глеба Галушкина. Первым очередным вопросом повестки дня очередного заседания Рязанской областной думы стало обсуждение изменений в бюджет региона. Дело в том, что накануне в Рязанскую область пришли около 2 миллиардов рублей федеральных средств. Журналистов, равно как и депутатов, заботило, а куда пойдут денежки. Оказалось, что более миллиарда будет направлено на поддержку сельского хозяйства, на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также на помощь фермерам. Также депутаты облдумы направили часть поступивших средств на укрепление материально-технической базы сельских школ. В частности, по закупке оборудования для спортивных залов, и это порядка 17 миллионов получат наши сельские школы. Мы надеемся, что эта программа будет продолжаться и дальше. И задачи, которые ставят и президенты, и правительство Рязанской области в главе с губернатором, это создать достойные условия жизни наших селян в сельской местности, возможность обучения, получения услуг здравоохранения. Еще одной важной темой заседания стало принятие поправок в региональный закон об административных правонарушениях. Практически все они связаны с ужесточением наказания за разные виды нарушений. Например, увеличился штраф за незаконную торговлю алкоголем, за торговлю в непредназначенных для этого местах, за нарушение общественного порядка и даже за шум после 11 вечера в домах. На этой неделе на заседании Рязанской городской думы перед депутатами выступил с отчетом глава администрации Рязани Виталий Артемов. Свой доклад он начал с экономического положения Рязани и перспектив ее развития. По его словам, в областном центре есть все необходимые условия для создания новых промышленных предприятий. Не остается без внимания и малый бизнес, ведь в этой сфере трудятся около 40% горожан. Надо отметить, что средняя зарплата в Рязани выросла на 15% и превысила 27 тысяч рублей. Приоритетным направлением остается и повышение эффективности жилищной и градостроительной политики. За прошлый год введено более 350 тысяч квадратных метров жилья, причем, как отметил Виталий Артемов, упор делается на качество строительства. Сейчас городские микрорайоны застраиваются с учетом потребностей населения. В этом году будет открыто несколько новых детсадов. В 2013 году для маленьких федерации в городе было построено два новых детских сада в микрорайоне Гольной и Гольной. В уже мае этого года 440 детей пойдут в новый год. Также прошли струнение в Вескале. Восстановление детских садов было построено на улице Зубковой на 268 мест. Также в нынешнем году, как сообщил Виталий Артемов, намечены масштабные планы по благоустройству города и приведению в порядок парков и скверов. Очень сложной остается и транспортная проблема. Здесь, по словам мэра Рязани, необходимо использовать опыт других городов. В первую очередь столицы. На этой неделе в России начался досрочный этап единого госэкзамена. Рязанские старшеклассники не остались. В стороне, главным образом, впереди всей школьной планеты оказались спортсмены, которые летом разъезжаются кто на соревнования, кто на сборы. И вот первые экзамены и первые скандальчики, коснувшиеся и нас. Российская газета сообщила, что в Рязани экзамен по русскому языку в этот понедельник прошел с нарушениями. Преподаватели, дескать, сдвинули одиночные компьютеры и усадили всех школьников редком лотком. Вот рязанский начальственно-образовательный ответ по поводу публикации. Нужно отметить, что действительно было замечание к Рязанской области из ситуационного центра Рособорнадзора по рассадке участников единого государственного экзамена на русском языке. Но сразу же хотелось бы отметить, что в Государственной экзаменационной комиссии проведено рассмотрение данного факта. Нарушений порядка проведения экзамена не установлено. Но данное замечание учтено и в дальнейшем. Будет обеспечено расположение столов участников единого государственного экзамена на большем расстоянии. На этой неделе сразу несколько зрительских звонков в редакцию заставили нас начать работу по выяснению целей и задач земельных работ в нашем Центральном парке. И действительно, что там намерены сделать и зачем все это нам, горожанам? На эти вопросы на днях получил ответ и Глеб Галушкин. В Рязанском Центральном парке культуры и отдыха продолжаются работы по замене старого канализационного коллектора. Об этом рассказал заместитель директора муниципального предприятия «Водоканал» Александр Никонов. Коммунальщики объясняют, что по территории парка проходит изношенный коллектор, который сейчас остро нуждается в реконструкции. По словам работников «Водоканала», к нему подключены многие дома в горроще. Планируется произвести реконструкцию в полном комплексе этого объекта, как Центральный парк культуродов. Поэтому мы до момента вот этой реконструкции, благоустройства, мы должны, все коммуникации, которые принадлежат «Водоканалу», мы должны привести на ближайшее состояние. Поэтому мы сегодня здесь, применяя современные технологии, укладывая новый коллектор диаметром 1000 мм, по которым будут транспортироваться сточные воды на 4-ю КНС, это в районе Рюминского пруда. Работы очень нужные и серьезные. Руководство «Водоканала» обещает, что работы по замене коллектора в горпарке завершатся примерно через месяц. Затем всю территорию, где проходили работы, коммунальщики приведут в порядок и благоустроят. Также Александр Никонов сообщил, что на этот год намечена большая программа по реконструкции системы водоотведения областного центра. Только за период 2013-2014 года в модернизацию системы водоотведения в городе Рязани из инвест-программы муниципального предприятия «Водоканала» вложено более 150 миллионов рублей. И сегодня у нас ведутся в работе, кроме этого, объекта, который стоимостью чуть более 40 миллионов рублей. У нас еще в части подготовки проектно-сметной документации объектов примерно на 80 миллионов рублей. И плюс возникло остро необходимое строительство третьей канализованной насосной станции, которая находится в районе торгового комплекса «Барс». На этой неделе в Рязанском медуниверситете прошла конференция, которая привлекла внимание не только своей научно-практической составляющей, но и тем, что когда-то называли воспитательным моментом, а может и сейчас так же называют. Рассказывает Наталья Новикова. В РязГМУ прошла межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция с международным участием. Назывался проект «Практическая подготовка кадров как основа обеспечения качества профессиональной деятельности специалистов со средним медицинским образованием». Также в преддверии Дня Победы в стенах университета был проведен урок памяти «Мы живы, потому что они». Мероприятие посетили студенты РязГМУ и учащиеся медико-социального колледжа. Урок памяти открылся лекцией заведующего кафедры философии и истории РязГМУ профессора Петра Акульшина, который подчеркнул, что потомки солдат, павшие в годы Великой Отечественной, должны беречь Родину в память о подвиге. Сегодня у нас такой вот урок памяти, где мы вспоминаем и саму Великую Отечественную войну, и мы вспоминаем людей, которые не пришли. Я, начиная вот этот урок, сказала дети. Почему? Потому что те, которые погибли, у них детей не будет. Мы все их дети. Потому что они погибли, потому что мы живы. И у нас называется сегодня мероприятие «Мы живы, потому что они». Врач и медсестра, как говорили раньше, сестра милосердия. За ними наши жизни и здоровье. Это люди, которые во время войны всегда были на передовой, спасали жизни, зачастую жертвуя своими собственными. И сегодня все собравшиеся вспоминали как саму Великую Отечественную, так и людей, которые побывали на полях сражений. Один из них – профессор Ариас ГМУ Эммануил Сергеевич Тихонов. Фильм о его судьбе был показан собравшимся молодым людям. Он с 12 лет был на фронте, помогал в операционных и там понял, что спасая жизни, он будет нужен людям. В память о Тихонове студенты Ариас ГМУ сняли фильм, который гости встречи посмотрели на одном дыхании. На уроке памяти были представлены и творческие номера студентов Ариас ГМУ, которые были посвящены войне. А ребята из волонтерского отряда «Звездан» рассказали о своей работе с ветеранами. Это ребята, которые помогают ветеранам, которые, может быть, делают бытовую работу иногда, помоют пол, оплатят счета какие-то, которые просто посидят и поговорят с нашими ветеранами. Самое страшное, как мне Саша Олечев, это председатель волонтерского отряда, сказал, когда они были в Малышевской богодельне, он говорит, что Татьяна Алексеевна, вы знаете, что у этих стариков есть дети. Вот чтобы дети не оставляли стариков, тех, которые сделали все, что необходимо нам, мы проводим сегодня вот этот урок памяти. Ну а тишина в зале и внимание собравшихся говорит о том, что наше поколение не потеряно. А будущие медики понимают значение своей профессии. И мы, попадая к нашим молодым сестрам или врачам, можем быть уверены, что в надежных, умелых и добрых руках. Наша телекомпания отмечает в эти дни свой первый юбилей пятилетия. В этой связи на этой неделе к нам в редакцию нагрянули неожиданные гости, которым мы, конечно же, были весьма рады. Грамоты генеральному директору нашей телекомпании Александру Кривощапову вручили первый заместитель министра печати региона Ольга Назарова и глава муниципалитета, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Коротко о том, как это было непосредственно в рабочей репортерской обстановке и без комментариев, которые здесь просто излишни. Вы пришли на телевизионный информационный рынок всего пять лет назад, но за пять лет телекомпания настолько прочно, настолько органично вошла в информационное поле, настолько много сейчас у вас своих телезрителей, у вас интересные программы, самобытные программы. Я считаю, что в первую очередь заслуга руководителя. Александр Анатольевич, я поздравляю от себя лично, от моих коллег, депутатов Рязанской городской думы. Во-первых, вас с днем рождения, с пятилетием телеканала «Город», и мне бы хотелось получить грамоту вам за труд, за ваш собросовестный труд. Еще вам одну грамоту, как руководителю, но в вашем лице, всему коллективу. Почетной грамотой Рязанской городской думы награждается коллектив закрытого акционерного общества, «Ведиком медиа» за весомый вклад в развитие медиапространства города, формирование и развитие кабельного телевидения в городе Рязани. Так что, спасибо. На сегодня все. Добрых всем нам выходных, хорошей погоды и радостного солнышка. Скоро опять праздники, а там не успеешь оглянуться и лето с его долгожданными отпусками. Так что, даст Бог, добрые времена наступают. Лишь бы самим не оплошать. Удачи и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин